Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Валентин Марков, Валентина Ивановна и Рихлик. Рихлик, а подняли с койки, потому что у вас с ночной смены. Добрый день! Рихлик, он еще спит, но за ровно не хочет. В общем, ребятки, по вашим многочисленным просьбам, вы все видели, что Валентина Ивановна на немецкое Рождество делала салат. Новогодний салат или рождественский салат. Как хотите, так и называйте. Салат. Сегодня мы решили снять видео, как Валентина Ивановна делала, из чего и как она все это делается. Как приготовить. Как приготовить. В первую очередь нам нужно, мы видим, у нас салаты, вот такие вот листья большие. Валентина Ивановна их помыла и уже обсушила, то есть салфетками обсушила. Видите, вот они уже у нас сухие. В чем нужна еще? Паприка, яйца, помидоры, соль, сахар, уксус. Еще тоже такой салатик. Валентина Ивановна взяла разных цветов, то есть маленький синноватый, розоватый, зелененький для красоты, ребята. У кого нету, могут и любую выбрать. Да понятно, что можно любую выбрать. И просто для консистенции у нас была моцарелла и мелкий такой лучок. Это для украшения. Да, и петрушечка. Все, ребята, сейчас приступим. В первую очередь, что нам нужно делать, это замариновать наш лук. Потому что на это уйдет у нас где-то полчаса. А вот я живу на 4 части и шинкуем его. Не мелко, видите, вот это не мелко. Шинкуем его. Все, и теперь мы его засыпаем в контейнер. Так, готово. Ложка соли. Так. И ложку сахара. Ложку сахара. Вот, справедливо. И что, уксус, да? Это ложку. Тоже ложку? Да. И у нас, как вы слышите, уже готовится мясо соус. Мы подойдем к этому вопросу, пока мы поставим разогреваться. Потому что нагрелась плита. И ложку уксуса. Светом мы его ложат. И заливаем кипятком, ребята. И ставим на полчаса. Перемешать не надо, а у них нормально. Потом, когда воду на ложку, перемешаем. Так. Водичкой, теперь заливаем кипятком. Мясо мы, конечно, покупали уже готовые в магазине. Да, такой валя продается. Мы его обычно берем для каштожки. Считаем. А он, пипят, уже готовый. Это у нас все-таки куриное мясо, да, Иван? Да, да. В принципе, ребята, мясо можно брать любое. Даже если вы, допустим, сварили борщ, и у вас очень много мяса, то вы там его режете вот такими, примерно, кусочками. И, опять же, обжаривайте. Тоже пойдет. Ветчину можно взять. Тоже ее просто обжарить. Просто чуть-чуть обжарить. Просто она уже готова, в принципе. Ее просто нужно обжарить. Как видите, масла вообще, в принципе, тут и нет. Просто мы чуть-чуть обжариваем. Так, сейчас у нас мясо уже дойдет. Потом будем делать дальше. Итак, ребятки, первым нужен наш перец болгарский. Просто его обжарить. Немножко обжарить, чтобы он там, последнее, немного мягче стал. Ну, как вы знаете, перец немного жестковатый. Тоже его маленько обжариваем. Ну, все, мыть его обжариваем, чтобы он стал помягче. Видите, жира ничего не надо. Потому что перец, он сам уже выделяет свой сок. Видите, он даже не подгорит ничего. Все, ребятки, как вы видите, наш перчик уже готовый. Видите, вообще жидкости никого не осталось. То есть вся влага уже испарилась. И наш перчик стал мягче. Теперь мы его убираем. Видите, как красиво смотрится. Все убираем. И так, ребятки, наш лучок готовый уже. Прошло уже больше 10 минут. Полчаса. А, да, полчаса. Спасибо, Ольгин Ивановна. Я уже забыл. И теперь нам надо просто самое маленькое промыть. Холодной водичкой. Долго не надо мыть, да, Ольгин Ивановна? Нет, долго не надо. До сваечего? Холодной водичкой. Теперь поставим. Все, ребятки. Ждем пока на себя стекет у нас. Часы бьют. Как вообще, ребятки. Все, у нас лучок уже весь стек. Может, так сказать, подсушился. Видите, не капает. Маленький капает чуть-чуть. Ну, подсушился. Теперь берем наш салатик, как мы нарезали, были, нормали, нормали разных цветов. Салатный лучок. Так. Это убираем, чтобы не мешало. Наше мясо. И ваше тоже. Тоже сюда. Готово. Бираем перчик. Это, ну, что-то так и не слетал. Ребята, солить тоже надо немножко. Ну, то есть, каждый солите, эй, руками. По вкусу. По вкусу, да. Немножко соли. Кто хочет, можно немного перчика добавить. И еще, может, желание мешать. И теперь мы все это аккуратненько помешаем. Быстренько перемешаем. Теперь нам нужно сделать немного соуса. Все хорошо размешалось. Как красиво, смотрите. Лучок беленький, капуста салатная, радужная, фиолетовая, зелененькая. Ну, ребятки, как все красиво. Мне уже полный рост в жизни. Я вообще прям могу исти уже, наверное. Ах, как хорошо. Сейчас, ребята, мы сделаем еще соус. Для соуса нам нужно... Оп. Специальные коктейли, штука. Ти-ти-ти. Специальные приправы для салата. Берем полосы в упаковочку. Понял, что он хочет не насыпал. Если хочу быстро сделать. Если бы я его не был таким длинным. Так, отожгем. Будут длинные. Все, ребята, мы берем всю эту упаковочку. Тут 9 грамм всего. Теперь нам нужна ложка горщицы. Горщица обыкновенная, она не шибкая. Гюнь не горщит. Тут уже есть, аж, ближайше, она уже с медом сделанная. Вот такой продается. Можно обыкновенно взять. Ложечку берем. Так, сюда ложим. Так, теперь мы можем... Две ложки. Две ложки? Чего дешево ложки? Две ложки оливкового масла. Но я, как бы хотел, еще не подошел. И масло потом будет. Сперва, в мед ложку положить. Ну, положим. Видите, такие баночки, чем они удобнее. Не бежить. Открыто, не бежить. Примерно сейчас. Луручку на бузу. Так, так, так. Хватит, хватит. Видите, я отпускаю. Я хочу показать. Видите, она уже не капает. Все. Открыто. Не капает. Отличная конструкция. Мне нравится такое дело. Тут нашел я. Вас чем удивить, конечно. Кабычное масло. К маслеца добавим маленькое. Две ложки. Примерно так, одна. На глаз, ребятки. Две. Все это убираем. Все заложим. Сейчас мы же это размешаем. Хотя, в принципе, у меня есть. Здесь можно болтать. Я с проложечками на это. Чтобы вода лучше размешать. Ей ложку обмыть надо, не? Ивановна. Угу. Правильно. Экономика должна быть экономной. Надо перестекать. Больше ложки осталось. Я думаю, я бы ей ложку положить сюда положим. Закрываю. И все это, ребят, с болтанием. Сколько болтать нужно? Пока не перемешается. Ребята, болтаем до такой степени, чтобы она не перемешалась. А кто не хочет такой соус сделать, они могут взять два зубца чеснока, одну чайную ложку горчицы, одну чайную ложку бальзамического уксуса, пол чайной ложечки сахара, потом четверть кориандра и две столовые ложки оливкового масла. Перемешать и точно так же заправить потом салат. Ребята, не заморачивайте, делайте так, как можно название потерять, потерялись, это точно. Все, я думаю, уже готово. Перемешать и соль перец по вкусу. Соль перец, мы можем соль высыпать. Сейчас попробуем, мои пятки, отсюда все теперь выковырять. О, фу, уксус влаканса. В общем, уксус пахнет, но уксуса не было уже. Ну, препарат, наверное, а? Препарат, это уксус. Это у кого насморк, ребята, отличное дело. Однако, возьму все-таки эту ложечку, хорошо, чай далеко не брал. Видите, как он уже, в принципе, жидковатый уже. И все этим мы, правда, так вот по нашему салатчику дали горчичневую приправу вместе. Тут у нас все, и масло, и медик, и приправа салатная. Так, готово. Я, ребятки, сперва помешаю эти ложки, чтобы она маленько обмылась, может быть. Все это аккуратненько опять нужно перемешать. Все, мы сейчас эти ложки поработаем. Этими потом. Пробуйте, конечно, на соль, по вкусу добавляйте соль. Может, кто любит острый, перчиком можно добавлять. Все вот так аккуратненько перемешиваем, чтобы этот наш соус хорошо, значит, так скажем, растворился. Или, в курсе, чтобы не растворился, не растворился, а расползся. Хе-хе-хе. Кажется так, ребятки, все вот так, видите, готово уже. Теперь будем собирать наш салатик новогодний. Новогодний, рождественский. Все, ребятки, теперь будем наводить красоту. Кажется, берем листочки с салатом капусты такой. Понимаете, когда она сейчас здесь в тарелке лежит, примерно ее так же надо и аккуратненько сложить. Желательно селедки, да, Ивановна? А у вас селедка будет пустая получаться. Селедка не так важна, как бока. А это для красоты, да? Ну, конечно. Все. Все, не будешь кушать же. Я ее ел? А что нельзя? Нет, но она салатная. Ну, что я ее наворачивал. Она получается, ребятки, потом, когда салатик постоит, и мы же тут сделали же приправку, да, соус сделали. И этот соус потихоньку потом тоже, именно на эти листья, он становится, листья маленько мягкие становятся. А я ел, Ивановна, нормально, так раз, что посидите, не закроем дежурочком. И вот с этой стороны, вот, сбоку. Верно? Да, вон листок еще где-нибудь есть. Ну, я вижу. Все, вот так. Видят так, Ивановна? Да. Все, ладно, первым будем ложить наш параметр салатик, как он есть. Ложечка ему не мешает. Аккуратненько, ребятки, прямо так вложим. До сих пор, так видно, да? Начнем с первого, смотрите, или синенькие были. Потихоньку. Теперь можно все высыпать на ней. Заркою, заркою, так, вот так, разумно, разорняем все. Только не пишите, что миска ядреная. Зато в ней удобно работать, ребята, с такой миской. Сейчас аккуратненько мы все это положим. Видите, вам, как красиво уже смотрится, аж блестит. Это от маслица. Мне в руку хочется. Так, ребята, поедай, да, Ивановна? Угу. Уже красиво, уже исти можно. Так. Теперь нам, судьи, нужно наверх сперва помидорчики нарезать. Да, Ивановна? Помидорчики. Помидорчики. Будем украшать. Украшать, да. Я не помню, я говорил, чтобы яйца вареные тоже надо было. Вроде бы говорили. Ребята, я еще не говорил, то вы видите, что нужно еще и вареные, курыные вареные яйца. Конечно, если у кого есть перепелиные яички, они поменьше, нужно просто попарам. Ребята, не заморачивайте, берите простые яйца. Да. Вкус одинаков, в принципе, и нормально. Кольчик, маленькие помидорчики, специальное название, я не знаю. Это чили. Да, режете просто так вот, наполовинку, ребятки. И потом будем все это вокруг украшать. Так же, Ивановна? Все, ребятки, как видите, помидорчики положили. Это зависит от, если вы любите помидоры, можно жить побольше, у нас у нас сколько еще осталось. Но теперь мы дальше начинаем украшать яйцами. Будем резать. Обычно Валентина Ивановна в тот раз сделала наполовину. Да, надела наполовинку. Просто они так лучше, ребята, смотрятся, да? Но... Красиво как же было. Но мы сейчас попробуем сделать четвертинку, да? На четыре части. Как она будет выглядеть? Потому что это сильно большой в рот ложить, как-то неудобняк. Ну, дома-то можно, но для гостей вот так можно так поделать. Да, потому что поверьте, да, за ночь вот так. Так вот, на четыре части. Просто мы думали, что желток будет распадаться. А оказывается, она отлично смотрится и так вот. Да, мама? Да. Так и будем делать на четвертинке, да? Да, да. Так. Так. Ивановна, папа мне показывает, чтобы я ложил, где я эти... Яйца, яйца надо положить. Яйца, яйца не ложить. Говори прям, сдой, сдой. Сюда вот. Сюда можешь положить. Все, отходите, а то еще... Погодите в кадр, потом вырезать так придется. Одну руку можно. А руку можно? Видите, как, Валентин Иванович уже потихоньку... Проручается, уже руку можно снимать. Потом ногу можно будет снимать. Ну, Федор, это видно, да? Стою гигалку. Ну, васяйца, а ух, да. Васяк, будешь яйцо? Желток. Он есть ли, желтки, наверное? Я их надо, этого уже не будет. Ну, хватит, мама уже. Понятно? Видите, как, мне долго заваривать, ребята, не надо. Выберем нашу моцареллу. Натянем вам уже... Грила, вырву водичку. Обмыла ее, да? И обмыла. Ну, моцареллу вы все знаете, даже и показывать не надо. Так, теперь... Тоже их можно, ребятки, на половинку резать. Можно и целиком ложить. Тоже беленькие, везде беленькие. Только наоборот, Павел, переворачивать их, чтобы красивее лежали, когда они вот так перевернут. И на... Да, мне кажется, когда будешь ложить ее в рот, разницы нет, в каком направлении. Мы же украшаем. Ну, да, я понимаю, с женщиной нужным украшением. А мужикам что? Мужикам же по желудок наберут. Ну, это правильно. Женщина делает красивое, и спрашивает его мужа, как красиво. Хоть и некрасиво, муж все равно скажет, обалденно. Ему какая разница, как это лежат моцарелки ваши вверх ногами или наоборот. Так что, ребята, пишите в комментариях, прав ли я или нет, насчет того, что нам, мужикам, по барабану, как это все это выглядит, нам ближе бы набить желудок. Вот это и хватит тогда. С этой стороны положи, пожалуйста. Вот сюда, да. Да, красоты. Вот сюда, да. Все. Вот. Все, хватит моцарелки. Алина Ваня Марка. Так, ребята, не забывайте, да, солите пробовать. Так как у нас яйца не соленые, имеется куриные яйца не соленые. И я не могу, как можно, посадить там так сверху. Так, 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 пробежаться. И хватит. Надеюсь, Иван Маш тоже говорит, хватит, хватит. Я люблю соленые. Ну, вот, например, у нас такой вот очень хороший лучок, мелкий такой. Я не знаю, как он называется. Именно для красоты, но красиво бы, смотрите, прям так, блин, накидаем наверх. Ну, наличие, что-то попало. Да, если вам такие малюсенькие, где побольше, там попадат. Если бы давай, с горочкой. Да, какая разница, как получится. Вот, видите, вот так красивее получается. Побольше кидать надо просто. Ну, лучше пахнуть. В принципе, петрушку можно, ребят, можно и не ложить. Потому что, а, так же, все это самое. Можно не ложить, он говорит. Можно положить. Вот, прям, какая разница. Ребятки, пишите в комментариях. Ваши жены тоже такие же. Моё дело, быстренько стряпать, а прям покушать. Вот, ребятки, вот такое у нас получилось блюдо. Салатик. Салатик, я вам скажу, калорийный. Как вы уже видели, там у нас присутствует мясо, присутствуют яйца. А не калорийный, да, и ванна. Пробовать я тоже, даже вам пробовать, ребят, или мне оставить для красоты, ванна. Это, чтобы у тебя... Фотографии, чтобы были. Да. Кочи, ребятки, салатик обалденный, вкусный. Даже и пробовать не надо. И так видать. Вот, я уже пробовал, мой, допустим, мясо вот это. Видите, оно хорошо выглядит. Сочное. И мягкое. Видите, мягкое. Поэтому мясо, ставите, не пережарите. Очень хорошее. Салатик можно сделать. Отлично. Еще салатик. Сама вот эта вот... Лекаро. Что-то, что мы делали с медом, с гасицей. Вот такая, ребятки, исключительно. Мне нравится. Я как-то курица. Весь я лазил. Попробую перец. Перец. Перец обалденный. Перец мне очень понравился. У меня все тоже. Хватит ковыряться. Отлично. Вкусно. Фотку сделай. Ребята. Всем приятного аппетита. Обалденно получилось. Соли много не сыпьте. Это точно. Соли много не насыпать. А так. Исключительно получилось. Так. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки. За то, что Вальдемарка старается учиться готовить для вас, для зрителей. Слушайте женщину. Она правильно говорит. Ставьте Вальдемарки лайки. Пишите, ребята, в комментариях. Лайк делитесь везде. И заходите в гости. С вами был Вальдемарка, Валентина Ивановна и Рекордит. Пока. Чувс. О, какая хорошая.